Или убираете свою дочку с этой школы, или до свидания. Для меня, Владок, никакой роли не играет. Это негуманно. Данная ситуация, конечно, без ГИА, она непростая. Что-то проблемы здесь. Это не государство с нами так поступает. Это какие-то личности выборачивают факты некрасивым цветом. Это просто жуть. Носить или не носить? Вот в чем вопрос для некоторых наших сестер. Недавно я узнал, что в Мордовии, в татарском селе Белозерия, сложилась непростая ситуация. Говорят, что верующих учительниц и учениц притесняют за ношение платка. Я решил удостовериться, так ли это на самом деле, или это же миф. И мы с друзьями отправляемся в это село. Вот мы прибыли в мечеть, центральная села Белозерия. А ты видите, какая здоровая. Почти как в городе. Местные татары довольно-таки религиозные люди. Несмотря на 30-ти градусный мороз, мы видим, что человек 30 пришло совершить полуденную молитву. И как нам сказали, в остальных семи мечетях то же самое. Люди из близлежащих домов стараются прийти и совершить совместную молитву. Вот может это как бы распространяют слухи недоброжелателей вашей деревни, что здесь ущемляются права женщин, что их не пускают, выгоняют. Или на самом деле такая ситуация присутствует? Я не знаю, но вы кормите детей, а вы кормите, никого никто не появится. На данный момент никого нет. То есть учителя ходят, девушки ходят в платках. Проблем нету, да? Пока на данный момент, да. А почему платка? То есть могут по вашему? Я не знаю. Я не знаю. Скажите, а правда здесь происходит притеснение людей, которые носят платок? Ну, наверное, происходит. А в чем причина? Ну, не знаю пока. Ну, вы работаете? Да, работаю. Пока что как бы продолжайте свой рабочий процесс. Да, продолжаем. А как развиваются события? Ну, до выговоров посмотрим. Пару штук осталось сейчас. Что-то проблемы здесь. Ну, вот насколько мы слышали, судя из средств массовой информации, что как бы, ну вот, хотят запретить пускать учителей учениц в платках. Вот мы приехали выяснить, на самом деле это так, или это слухи недоброжелателей распускают. Если так, то как они видят решение этой проблемы? Есть ли решение этой проблемы? Не вопрос. Ясно. Вот он две недели назад, три недели назад и говорит, что или убираете свою дочку с этой школы, или до свидания. Вот примерно, вот это лично на моем вот примере. Я два часа сидел, объяснял, я говорю, дайте хотя бы девятый класс закончить в платке. Было, говорит, указание сверху, меня, говорит, не волнует. Все, до свидания. Для меня платок никакой роли не играет. Для меня была бы дисциплина и знание у детей, чтобы они готовились. А как вы думаете, кому он мешает? Платки он без платка. Ой, это уже вопрос не ко мне. Как я могу сказать, кому мешает? Я откуда могу знать, кому мешает этот платок? Мы жители этой страны. Мы здесь родились, мы здесь живем, здесь наши дети учатся. А сейчас сложилось такое, что даже будущего-то не видно. Я работаю, вот эта школа, она моя. Я боюсь, что я отсюда уйду, хотя я не боюсь, что я не выживу. Дай Бог, как говорится, здоровья себе, близким, родным. Но она является частью меня. И вот вдруг взять и вот это выкинуть, вычеркнуть, по-моему, это негуманно. Заинтересованы в стабильности государства, чтобы оно было крепким, чтобы был мир, созидание, порядок, потому что здесь жить нам, воспитывать детей, растить внуков здесь. Мы в этом заинтересованы. Но почему-то выворачивать все это каким-то некрасивым, радикальным образом. Мы уверены, что это просто, это не государство с нами так поступает. Это какие-то личности выборачивают факты некрасивым цветом. Вот, магазин, пожалуйста, спиртного нету. Да, надо будет зайти в магазин тоже посмотреть. В любой. Мы ищем спиртное. У нас не бывает, мы и забудем спиртного. Почему? Хочу спиртного посмотреть. Неужели на самом деле в этой деревне не продают спиртное? Ужасно. Слава Аллаху. Ну, не как у нас. Наоборот, хорошо, приятно. Я тоже, я в гордость считаю, что президент Союза мусульманных Мордонии. Да. И это говорит вот самый, как же мы, я татарка, я мусульманка. Наши бабушки, матери всегда ходили в палатки. У нас как без палатка так. У нас говорят, если без палатка, нам ничего даже нельзя. Ни намаз читать, ни дома не готовить. Даже ангелевки у нас не бывают. Я вот хотела куда-то идти к своим. В общем, вообще в телевизию не хотел попасть. Да. Это как так? Вот такие вот встречаются здесь жители. В общем, все от мало до старо. Вон, видите, все в платках. И не представляют свою жизнь без платков. И то, что происходит сейчас в деревне. И вообще в Мордовии это очень возмутительно. И жители очень сильно огорчены происходящими событиями. Это просто жуть. Мы проехали в Саранск, в Саранскую мечеть. Вот, посмотрите, какая красавица мечеть. Ну, естественно, мы считаем, что нарушены права учителей. То есть и они так считают, и изучив законы, мы это утверждаем. Ну, во-первых, Конституция предусматривает свободу вероисповедания. Запрещает дискриминацию в труде, независимо от религии, независимо от, скажем, национальности, от других, скажем, условий. То же самое предусматривает трудовой кодекс, который запрещает дискриминацию. Данная ситуация, конечно, без ГИА, она непростая. Вообще, в целом, тревожная. Сегодня не является корректным диктовать вообще ни государству, ни в целом никакой организации, там, коммерческой, не знаю, другой организации. Вот, определённый дресс-код, который касается духовного составляющего человека. К сожалению, слух оказался правдой. Надеюсь, на эту проблему обратят внимание, и справедливость восторжествует. Потому что так быть не должно. Каждый имеет право следовать своей религии. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Смотрите нас и никогда не унывайте. Ведь братья по-разному всегда придут на помощь.